При входе вы получили программу сегодняшнего служения, и здесь есть такие прекрасные слова. Иисус сказал, но настает время, и настало уже тогда истинные поклонники, будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Иисус сказал, что Бог наш находится в постоянном поиске. Он ищет поклонников в себе, и Ему приятно находиться среди людей, которые поклоняются живому святому Богу. Что касается нас, людей, а мы находимся в поисках или только пусть Бог ищет. Я сегодня хотел бы затронуть эту тему, и мне очень приятно, что на протяжении более двух месяцев в нашем собрании наш пастор говорил о героях веры. Послание евреям 11 глава. Прекрасное место. Не знаю, как вы, но для меня это было поучительно, и мне было очень приятно услышать нечто новое, а тех, которые прошли путем веры. Я сегодня хотел бы читать несколько стихов из этой же главы, посланник евреям 11 глава, 13 и 16 стихи. «Все с ней умерли в вере, но не получив обетований, а только издали в Викилионные, и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, их которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, потому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Аминь». Прекрасное свидетельство героев веры. Они находились в постоянном поиске. И мы прочитали с вами, что если они искали бы себе Отечество, если бы они искали себе удобное, комфортное место на этой земле, то у них было достаточно времени. Даже если бы они не нашли желаемое, они могли бы вернуться оттуда, откуда они вышли. Но они искали нечто большее. Они искали Отечество, которое не находится здесь, на этой земле. Их искания были там, в небесах. Там, где их Отец и наш Отец. сегодня пробует на молдавском языке, о нашем Отце Небесном. И о нас с вами, которые поклоняемся истинному, живому Богу. В Ветхом Завете мы опять, исходя из того, что изучили героев веры, встречаемся с этими героями, которые в свое время были в поисках. Давайте мы вспомним Иосифа. Я думаю, что это очень положительный герой веры. О нем не так много говорится. Но с самого начала мы видим, что Иосиф был в поисках. Пришло время, когда старшие братья отправились в Сихем. И отец, волнуясь, говорит младшему своему сыну, Иосифу говорит, собирай все необходимое и пойди в Сихем и разведывай, и узнай, принеси мне добрую весть о моих сыновях, о стадах, о том, что там происходит. И когда Иосиф пришел в Сихем, будучи в поисках, человек его встретил и спрашивал, а что ты ищешь? Иосиф говорит, я ищу братьев моих. Друзья, братья и сестры, какой прекрасный пример для каждого из нас. Мы находимся в поисках. Наша жизнь – это поиск. Нет такого, чтобы мы сидели без дела и не думали, и не мечтали, и не искали чего-то. От самого рождения до самой смерти человек находится в поисках. Что мы ищем? Что для нас очень ценно и очень важно? Мы видим, в этой семье для Иосифа очень важно было найти своих братьев. «Является ли смыслом и целью моей жизни, чтобы найти моих братьев, которые стали детьми Божьими, и вместе мы формируем эту Божью семью, Божий храм». В наших поисках мы должны быть очень внимательны. Мы не отрицаем нашу зимную жизнь со всеми потребностями и необходимостью. Мы не говорим о том, что человек не должен зарабатывать, не должен обустроить свой дом. Но мы говорим о том, что есть вещи, которые имеют первостепенное значение. И если мы имеем определенную цель, и если мы видим что-то большее, нежели то, что нас окружает, если мы видим тот духовный мир, то мы ищем Божьего, мы ищем Небесного. Потому что там наш Отец приготовил нам город. Мы странники и пришельцы на этой земле. Не только они герои веры Ветхого Завета, не только люди, которые жили во времена Господа Иисуса Христа, но и мы, живущие в 21 веке, являемся странниками и пришельцами. Мы пришли на этой земле. Мы находимся в поисках для того, чтобы однажды уйти. А куда мы уйдем? Вопрос, которым мы ищем ответы. Был такой юноша, герой веры Давид, который в один день направился опять-таки к братьям своих, которые были непосредственно на поле битвы. И он их искал для того, чтобы разузнать, чтобы не знавать о том, как обстоят дела, а как они себя чувствуют, потому что Отец в волнении. Когда мы в поиске, это не значит, что если мы нашли брата своего, сказали, ну и ладно, с миром, пусть Бог позаботится о тебе. Мы видим, что Давид, когда пришел к братьям, он принес все необходимое для них. И мы должны быть готовы в поисках наших, чтобы не только то, что имеем, но и самих себя могли предоставить своим братьям, чтобы покрывать какие-то нужды, чтобы мы были нужными для ближнего своего. не замыкаться только на свои проблемы, не замыкаться только на свои нужды, попробовать прожить и для ближнего своего, поделиться с ним то, что мы имеем. И это называется поиск брата своего для того, чтобы оказать ему помощь и внимание. Потому что к этому призывает нас Господь. Многие люди жалуются, каждый день общат, все не хватает, все мало. Нам это известно. И в Ветхом Завете была такая семья, у кого было двое детей, два парня, Ильмилех и Наимий. Они жили в Вифлеере. У них было в достатке все необходимое. А по времени они решили пойти на поля Мавицкие, чтобы поискать лучшую жизнь. Им показалось, что там трава зеленее. Им показалось, что там, наверное, урожай лучше, чем в Палестине. Они все оставили и отправились в поисках. Нам очень часто кажется, что однообразие, одни и те же самые проповеди, одна и та же Библия, уже становится скучно. Да ничего нового, да я все знаю. Я хочу где-то в другом месте найти что-то большее, что-то услышать новое, более свежее, какие-то идеи. Друзья мои, братья и сестры, кроме Слова Божьего и самого Господа, ничего более ценного и нового нигде мы не найдем. Мы призваны к тому, чтобы искать друг друга, чтобы искать общение, и чтобы искать нашего Господа. В этом заключается смысл наших поисков. В Новом Завете Христос предупреждает, на горной проповеди сегодня было упомянуто, о том, что люди ищут. И говорит, чтобы вы не уподобились миру всему, потому что во что одеться, что есть и что пить, это забота людей мира всего. А вы призваны к тому, чтобы прежде искали Царствие Божие, а все остальное приложится вам. Мы должны делать акцент на самое главное. И если ты сделаешь правильный выбор, если в твоих исканиях ты будешь стремиться к Царству Божьему, остальное приложится, и даже ты не будешь замечать, как решаются одни, другие, третие вопросы в твоей жизни. Но когда ты будешь устремлен только в этом мире, только в этих материальных вопросах, чтобы искать разрешение, улучшение, то предупреждение Смола Божьего, самого Господа Иисуса Христа, что ты можешь в Тобу уподобиться этому миру. Потому что это ищет разрешение. Мы должны искать Царствие Божие. Апостол Павел в своем послании к Колоссянам говорит следующие слова. Итак, третья глава. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Стремление верующего человека должно быть горным. Ищите горнего, ищите небеса, ищите Сына Божия Иисуса Христа, который сидит во тесную Отца. И это может делать человек, который действительно воскрес со Христом вместе. Но здесь есть очень важное, чтобы мы запомнили. Для того, чтобы воскреснуть, для новой жизни, чтобы стремиться к горнему, чтобы стремиться искать и найти Господа, надо прежде умереть. Умереть для стихии мира сего, умереть для этого мира, чтобы то, что греховное, плотское, оно было похоронено, и чтобы это больше не владело нами, и не управляло нашими исканиями. И здесь Павел говорит, умерщвяйте земные члены ваши, глудни, чистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, все это должно умереть. Смех, смехотворство, зависть, ненависть, они должны даже именоваться среди детей Божьих. Потому что все вот это плотское, оно умерло и похоронено вместе со Христом. И новый человек, оживший с Богом, он должен искать горнего. Очень часто бывает, что мы суетимся и впадаем в различного рода искушения. Сейчас мы проходим изучение Слова Божьего послания в Тимофее. И есть очень строгое предупреждение для нас, верующих, когда мы находимся в поисках, чтобы мы не уподобились милу зимой. Потому что желающие обогатиться так, говорит апостол Павел в первое послание, шестая глава, попадают во многие трудности, во многие проблемы. Потому что они не ищут горнего, они ищут зимного. желающие обогащаться впускаются в помыслы, в поиски того, что связано только с этой землей, с этим материальным миром. И поэтому приходят в жизнь верующего человека много скорбей и много трудностей, оставляя главное человек верующий хватает издать второстепенно предупреждения самого Господа, чтобы если мы воскресли с ним, искали Бога. Рассказывает случай, что на самом деле, когда мы в поисках, мы сталкиваемся со множеством проблем, со множеством трудностей, и мы теряем ориентир, и мы уходим от главного. Летчик, который управлял самолетом, попал в грозу, подал сигнал в диспетчерскую, просит, чтобы дать ему разрешение на посадку, и в ожидании, в переживании, для того, чтобы сохранить самолет и жизнь людей из диспетчерской, он услышал голос и команду. Взлетай вверх. Конечно, недоумение, как так? Катастрофа перед глазами, и он выполнил команду. И когда прошел облака, когда стал над облаками, увидел чистое, ясное небо, чистое солнце. Все переживания позади. Когда нас окружают проблемы, трудности, мы не должны опускать свои руки, мы не должны идти в этот дом. Мы должны взывать Господу и подняться над всеми земными переживаниями. Апостол Павел в 12 главе еврея советует нам для того, чтобы мы сами стали над всеми проблемами, но если кто-то спотыкается, если кто-то устал, мы должны признать, что вхождение за Господом мы устаем. Я знаю людей верующих, о себе говорю, что бывают периоды, когда не хватает сил, когда хочется немного поспокойнее, подальше, когда ищешь какую-то тишину, но Павел говорит о том, чтобы мы поднимали руки, опустившись, и поддержали, когда колени ослабели. То есть мы друг друга должны поддерживать, чтобы в нашем поиске мы не уставали, чтобы в наших поисках мы не ослабели. очень важно им оставались верными нашему Господу. Вы знаете, когда человек зацикливается только на земное, когда он окутан этим туманом, то у него примерно мышление такое. «Господи, ты знаешь, что я всю жизнь был в поисках? Я стремился, я много трудился, я много работал, и Господь говорит притчу о том, как один из этих людей, видя большой урожай, говорит, а что мне дальше делать? и пришла хорошая мысль, говорит, я построю новые амбары, соберу весь урожай, и тогда скажу душе моей, душа, много добра есть у тебя, ешь, пей, навеселись, пользуйся твоим трудом, ты был в поисках, вот ты получил, все то, что ты пожелал, Христос говорит, это ошибочно, чтобы мы никогда не уподобились таким людям, такому менталитету, потому что он делает заключение, безумный ты человек, а не знаешь, что в эту ночь отнимется у тебя душа твоя, и в чем ты добро, кому она достанется, кому она нужна, я сталкиваюсь с людьми, у которых большие проблемы, и буквально на днях услышал такое, а я всю жизнь работал, стремился, ущемлял себя, свои, чтобы как можно больше накопить, и чтобы можно было оставить детям наследство, я был в поисках, я хотел вам наравне со всеми, и вдруг он плачет и говорит, а ты знаешь, у меня семья разваливается, и все вот это не достает мне абсолютно никакой радости, мы должны быть очень внимательны в наших поисках. Знаете, на самом деле мы призваны к тому, чтобы быть в поисках, чтобы искать. И пророк Исаия говорит, ищите Господа, пока можно Его найти, призывайте Его, пока Он близко. Наш поиск должен быть направлен в том, чтобы найти Господа, чтобы найти утешение для своего сердца. И если мы найдем Господа, это будет наша уверенность, тогда мы будем знать о том, что Господь приготовил нам другого города, неземного происхождения. И этот город, приготовленный, украшенный, как невеста, находится на небесах. И Он нас всех вьет в этот город. Но с другой стороны, не надо никогда забывать о том, что Господь продолжает поиск. Он Сам ищет потерянную овцу, потерянную душу. Наш Господь неравнодушен. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Христос говорит об этом в своей притче. Есть ли у кого из людей есть сто овец? И одна из этих овец потеряется. Не оставит ли он девяносто девяти и пойдет искать потерянную овцу? забота нашего Господа, его любовь по отношению к каждому человеку превыше нашего понимания. Он ищет заблудшую овцу. Он ищет каждого человека. И он хочет, чтобы никто не погиб, но чтобы все спаслись. Давайте мы будем держаться за нашего Господа. Он такой прекрасный. Но в то же время не будем никогда забывать, что мы призваны также искать. Будем искать наших друзей, наших родственников, близких нам людей и приглашать Господу там и где мы найдем покоя душам нашим. Я хотел бы в конце прочитать один стих. Он несколько банальный, старый. Больше может быть подходило бы чтобы этот стих прочитал какой-то мальчик, ребенок. Но я думаю, что очень кстати сегодня для каждого из нас. И уж не обессудьте, если я уже старый человек и читаю детский стих. «Ищите Бога, ищите слезы, ищите людей, пока не поздно, и днем, и ночью, в морозе, в весны, ищите Бога, пока возможно». Найки не трудно Творца живого, ведь против стало однажды слово. Пока над нами простое солнце, а где-то рядом ручей смеется, предвечный странник в сердцах стучится, ищите силы Ему открыться. Ищите Бога, ищите каждый, и вы найдете Его однажды. Ему не та радость превыше неба, но так ищите, как нищий хлеб». Какие прекрасные слова. Мы в поисках наших, и мы должны искать нашего Господа, как голодный человек ищет хлеба. И когда мы видим все, что нас окружает, мы должны увидеть нашего Господа. Найдя однажды Его, мы должны крепко держаться за нашего Господа, чтобы наша вера никогда не поколевалась. А те, которые еще не нашли Господа, еще есть время, еще не поздно. Ищите Господа, и вы найдете Его однажды. Аминь. Аминь.